Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Это позволило нам 19-го числа начать выполнять ничего в событиях. На пристроях АЯТ достигнут необходимый темп производительности. Прикольно, потому что там звук как будто это по-настоящему. При поддержке концерна «Росэнергоатом» в Десногорске открылся современный кинозал. Я, можно сказать, вник в историю. Я посмотрел про старых писателей, можно сказать, гордость нашей страны. Экспозиция «Дорогами языка и литературы» в Десногорске. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 5 энергоблоков, суммарная мощность 26 643 мегаватта, суммарная выработка 194 718 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,4% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-й и 2-й энергоблоки нагрузка суммарная 2100 мегаватт. Третий блок находится в среднем ремонте ЧЗТК и ПСЭ. Выработка электроэнергии за 17 дней декабря составила 809 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 38 миллионов. С начала года выработано 18,2 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 595 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В пристрое хранилище отработавшего ядерного топлива Смоленск АЭС реализовано очередное ключевое событие. Достигнут темп производительности объекта в размере 50% от номинального. Порядка шести отработавших тепловыделяющих сборок за сутки проходят полный цикл разделки и устанавливаются в специализированные высокопрочные защитные контейнеры. В этом году на пристрое ХАЯД завершили строительно-монтажные работы. Проведен весь комплекс спуска наладки и технологического оборудования. В мае объект был введен в режим опытно-промышленной эксплуатации. Ключевое событие, которое было определено на этот год, мы должны были достичь производительности в 40% от номинальной. Персонал показал свое умение и готовность к выполнению работы. И это позволило нам 19-го числа начать выполнение ключевого события и 1-го декабря достичь производительности в 5,5 ОТВ сутки. Это примерно 50% от номинальной производительности объекта. К концу 2019 года объект должен выйти на номинальную производительность в 100% и введен в промышленную эксплуатацию. Пристрой ХАЯД предназначен для перевода отработанного ядерного топлива с мокрого на сухое хранение для дальнейшей передачи в Железногорск Красноярского края, где собирается отработавшее ядерное топливо со всей страны. Операции по разделке и упаковке отработавших тепловыделяющих сборок в защитные контейнеры производятся на двух транспортно-технологических цепочках, оснащенных высокотехнологичным автоматизированным оборудованием. После разделки части тепловыделяющих сборок помещаются специальные контейнеры, на которые устанавливаются защитные кожухи. Далее из восьми транспортно-упаковочных комплектах будет сформирован эшелон для отправки с территории Смоленской АЭС. В Десногорске в Центре культуры и молодежной политики после реконструкции открылся современный киноконцертный зал. Зрители и гости спешат занять свои места. Всем интересно посмотреть, каким теперь стал киноконцертный зал. Замечательный подарок десногорцам к Новому году сделали городские власти благодаря участию в конкурсе Фонда кино. Проект поддержал концерн «Росэнергоатом» и лично глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Как и положено на открытии, в торжественной обстановке была перерезана красная ленточка. Эта честь выпала депутату Государственной Думы Ольге Окуневой, заместителю губернатора Смоленской области Оксане Лобода, депутату областной думы Михаилу Лосенко, главе города Андрею Шубину и протеерею Виталию Сладкову. В своей приветственной речи все они отметили важность такого события, как появление в городе современного кинозала. Благодаря усилиям администрации города, благодаря концерну «Росатом» у нас замечательный такой сегодня будет праздник. И в дальнейшем десногорцы с удовольствием будут смотреть в замечательном зале кино. Работы по реконструкции проводились в сжатые сроки, но все-таки городские власти выполнили свое обещание. Как им это удалось, мы спросили у главы муниципального образования. Это работа команды. Ведь мы очень тщательно подошли к выбору подрядчика. Там тоже были нюансы, но об этом же никто не знает. И определенные даже инженерные решения, они уже принимались по ходу выполнения здесь работ. Качество работы ценили все приглашенные гости. Ольга Окунева часто бывает в Десногорске и может с уверенностью сказать, что зал полностью преобразился. Видела, что месяц назад здесь было в этом зале и достаточно с хорошим качеством. Мы посмотрели уже площадку, кинозал, выполнены работы. Я думаю, что это благодаря контролю, благодаря взаимодействию с тем, кто осуществлял строительство, реконструкцию. И ведь в целом в порядок приведены иные помещения, что очень хорошо. И я думаю, будет приятно горожанам. Самый первый фильм, который смогут десногорцы посмотреть в нашем обновленном киноконцертном зале, это фильм о роботе-трансформере Бамблби. Зрители уже замерли в ожидании и ждут кинопоказа. Он начнется прямо сейчас. Комфортабельные кресла и новейшая акустическая система. Экран обладает великолепной яркостью как для формата 2, так и 3D. Все это позволяет устраивать показы фильмов высокого качества. Зрители уже оценили все эти современные модернизации. Все очень понравилось. Фильм очень интересный. Здорово, что сделали так, что показали бесплатно. И для нашего города это что-то новое. Прикольно, потому что там звук как будто это по-настоящему. Я просто этого не ожидал, что у нас хотя бы будет один кинотеатр в городе, хотя он у нас очень маленький, и я вообще не ожидал такого. Во-первых, что открыли, нужно было это сделать давно. А второе, фильм хороший для молодежи, но уже не для нас. Надеемся, что будем смотреть более такие фильмы для взрослых. А качество? Качество хорошее, да. Отлично. Все хорошо. Киноконцертный зал супер, кресла удобные, фильм замечательный и для взрослых, и для детей. И самое главное, сегодня мы одержали победу. Общественность города, жители города, которые голосовали за комфортную среду, получили комфортный кинозал. Пока шел первый показ фильма в новом кинозале, у билетной кассы был нескончаемый поток новых зрителей. Десногорцы спешили приобрести билеты и лично убедиться в качестве звука и видео. А это значит, что киноконцертный зал уже пользуется популярностью. Уникальная возможность познакомиться с культурным наследием великих поэтов и писателей мировой литературы представила с Десногорцем. Совместный проект концерна «Росэнергоатом» и фонда АТР объединил шесть литературных музеев из России, Литвы, Латвии, Белоруссии и Польши. Инициатором выступил Калининградский областной историко-художественный музей. Поводом стала важная дата – 200-летие опубликования поэмы «Времена года» Кристионоса Данилайтеса, которая вошла в список ЮНЕСКО. Этот проект представляет собой образец истинной народной дипломатии, которая содействует сближению и укреплению международных связей, а также развитию культуры и науки. Символично, что в день 25-летия основного закона нашей страны мы можем с вами ознакомиться с наследием наших великих поэтов, тех поэтов и людей, которые заложили основу нашей культуры. Уникальность выставки в том, что здесь нет привычных нам готовых работ. Только история. История, написанная от руки и напечатанная на пожелтевших страницах. Отрывки произведений и обложки книг. Фотографии великих литераторов. Именно многих из них, пришедшим на выставку ребятам из второй школы, даже не знакомы. Но все они оказали огромное влияние на становление национальных литератур. Это Александр Пушкин, Янис Райнис, Кристионас Данилайтис, Йонас Майронис, Янка Купала и Адам Мицкевич. Их жизнь и творчество представлены так, словно они живые. Я не была на подобных выставках. И для меня это тоже оказалось таким открытием. Мне всегда и раньше, например, рукописи, почерк автора, это такая индивидуальность его ты увидишь. Ты как будто бы в этом писателе видишь живого человека, личность. То есть не просто произведение и автор, а именно ты видишь его человека, человека в нем, когда прикоснешься к его судьбе, к его жизни, к его творческому пути. Ребята и педагоги второй школы тоже пришли не с пустыми руками. Они подготовили открытый музейный урок. Совместно с учениками педагоги второй школы Елена Иванова и Ирина Шлемина подготовили презентацию, игры и инсценировки. Тему творчества белорусского поэта Янки Купала выбрали не случайно. Ведь соседнее государство – самый близкий по духу для нас народ. Школьники читали стихи и рассказывали о жизни поэта, а педагоги помогали им на протяжении всего урока. Мы узнали о выставке где-то примерно две недели назад, что на бот в городе Несногорске, и было предложено школам города провести музейные уроки. Вот мы с Ириной Викторовной взялись за это дело. Участвовали у нас дети 6-го А и 7-го А-класса. Мы разработали с Ириной Викторовной сценарий, подготовили презентацию и постарались сделать этот урок живым и веселым. В завершение урока мальчишки и девчонки украсили нарисованное дерево листочками того цвета, который соответствовал их настроению. В основном это была яркая желтая осень. Ребята отметили, что в таком формате усваивать информацию гораздо интереснее и легче, и что хотели бы чаще бывать на таких занятиях. Они остались в полном восторге как от урока, так и от выставки. Я, можно сказать, вник в историю. Я посмотрел про старых писателей, можно сказать, гордость нашей страны из-за граничных частей нашего света. Я очень был рад, в принципе, узнать все о этих писателях. Было очень занимательно. Ребята, которые выступали, тоже большие молодцы, что приняли в этом мероприятии участие. Все-таки тоже хорошая подготовка надо. Я хочу сказать большое спасибо концерту «Росэнергоатом», потому что они постоянно делают там какие-то подарки, всякие новые экскурсии где-нибудь, куда-то выставки какие-то. Это всегда очень интересно. И в этот раз мне было хуже, чем в остальные разы. Выставка уже экспонировалась в Калининграде, Юрмале, Варшаве, Вильнюсе, Минске и Каунасе. И вот добралась до Десногорска. После нашего города при поддержке фонда АТР она посетит еще Курчатов, Нововоронеж, Волгодонск, Балакова, Удомлю и Сосновый Бор. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятии, которое состоится в нашем городе. 22 и 23 декабря физкультурно-оздоровителем комплексе Десна пройдет первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд «Динамо-Росэнергоатом Сайс Десногорск» и баскетбольный клуб «Тверь». Игры состоятся 22 декабря в 18.00, 23 декабря в 11.00. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова